Организаторы давно хотели пообщаться с участницами проектов в более доверительной обстановке. Сегодня первая неформальная беседа за чашкой кофе с Натальей Волковой и Викторией Мордвиненко. Я вот в тренажерный зал пришла в 37 лет, а в 40 я буду выглядеть еще лучше. Мне нужно быть лучше сегодня, чем вчера. Романтическая встреча Раз уж такая романтическая встреча, давайте тогда поговорим о чем. О чем поговорим? Я бы начал разговаривать о том, что все-таки случается тот короткий промежуток времени, потому что это мы спросить пока не успеваем. Прошло у нас три недели, сначала более активная фаза. Как-то изменились ваши жизни молодые? Как-то чувствуете? Ну, пришлось полностью поменять образ жизни. Соответственно, это и питание, это и режим тренировок, где-то раньше лечь спать, куда-то не пойти. Уже были такие мероприятия, от которых пришлось отказаться, дабы не нарушать это. Это очень интересная тема. Топ-3. От чего пришлось решительно? От дня рождения, от одного. От одного похода. Тоже питейное заведение. На предмет покушать ролл. А вот со своими девочками. Ну, наверное, вот эти два основные за вот этот период. Ну, а так, конечно, приходится отказываться от таких вот. И просто жизнь с ног на голову стала у девушки, да? А сколько килограмм эти потери понесли? У меня за вот это время ушло два с половиной килограмма. То есть у меня ушло два с половиной сантиметра в талии. Ну, неплохо, да. Вот. И чуть-чуть начал прорисовываться рельефик на желудочке. Поэтому как бы не зря. Я стала больше ездить, да. Вообще моя жизнь. Мне кажется, я все время еду куда-то. Ну, жизнь есть движение, Наташа. Это же чудесно. А потом я еду обратно. Вот. Вместо трех раз в неделю я стала тренироваться пять раз в неделю. Питания моя не поменялась. Ну, она же у вас и была вполне приличная, вы рассказывали. Она у меня общая замечательная. Да, еще с девчонками познакомилась. Я же вообще вот как-то стопроцентно домашний человек. Ну, думаю, как раз это и повод для того, чтобы расширить. Не ограничиться только тренировками, а сделать более широким. Потому что это важно на самом деле. И опыт, который каждый передает, и ощущения. От этого складывается общая эрудированность. Интересно, когда люди, категория людей... Увлечена одной идеей. Да, да. Это очень интересно. Это очень важно. Это безумно важно. Когда тебя понимают, о чем ты говоришь, чего ты хочешь. Потому что, конечно, в обыденной жизни многие не понимают. Ну, я думаю, один из лучших способов понять, что ты на верном пути, это открыть страничку одноклассников, да, и посмотреть, в кого превратились мои бывшие товарки. Да, мне, кстати, многие стали заходить и писать. Виктория, чем ты занимаешься, ты так хорошо выглядишь, так изменилась. Потому что за последний год, ну, я действительно поменяла себя. Хотя, в принципе, я занималась сама, но результаты уже есть. Хотелось бы, чтобы, ну, как-то для каждой из участниц, да, ну, не знаю, то ли составили программу какую-то, то есть на что делать больший акцент? Конечно, да. Но для этого нужно сначала оценить. В зависимости от того, как будет, да. И нужно посмотреть, и нужно посмотреть именно, как реагирует та или иная группа мышц во время тренировок. Потому что у каждого есть своя любимая мышца, да, которая, ну, так ее можно назвать, которая гораздо быстрее реагирует на нагрузку. И нужно здесь определиться, что это все-таки у вас. Ну, что у меня, например, грудные там быстро реагируют, там, и трицепс, у Игоря, не знаю, что... Ноги. У меня ноги, да, то есть у каждого по-своему совершенно. То есть какую-то ты можешь себе, как говорится, долбить регулярно, и она у тебя с таким маленьким приростом прогрессирует. А что-то ты минимальную нагрузку дал, тебя раз и расперло совершенно. Я не могу ноги раскачать, а мне наоборот. А зачем тебе большие ноги? Что за глупости? Зачем? В общем, в жизни большие ноги должны быть такие, чтобы на них было удобно ходить. Я наоборот пытаюсь делать это, чтобы они не расслеживали. Ну, вот хочу, чтобы квадрицепсы немножко выделялись, и все. Вот именно, может быть, это дается не объемом, это дается именно тренингом на разделение квадрицепсов. У тебя они просто, как сказать, однородные, одной формы. Не отваливается бицепс бедра от квадрицепса. Сам квадрицепс не разделяется, но прицелутые четыре головки. Нужно поработать немножко в другом режиме, но потом об этом с тобой поговорим. Не, ну он делился на сушке. Ну, на сушке-то это не хитро, конечно. А я хочу, чтобы они были более объемные у меня вот сейчас. Потому что руки у меня, мне нравятся мои руки вверх, а ноги какие-то странные. Да, верхушку тебе трогать не нужно. Ну, вот именно этого и хочется, чтобы у каждой участницы был такой подход, чтобы сказали, да, акцент на это, акцент на это. А ты сама не видишь? Я, например, когда посмотрела фото с замерок, у меня глаза открылись. Я думала, у меня бицепс бедра подрос. Ничего подобного. Ну, видеть ты видишь, но ты не понимаешь до конца, как это исправить. Что нужно делать для того, чтобы этого не было или наоборот? Я говорю, нужно сейчас определиться с тем, как вы реагируете на ту или иную нагрузку. И после этого тогда уже можно будет понимать, как расписывать индивидуальную программу и где делать какой уклон. Потому что для меня вот оказалось очень тяжелым, это вот групповые занятия с Оксаной Зеликовой. Ну, вот и, между прочим, наблюдая на то, что она дает, это очень важно, потому что пластика, которую она последние тренировки давала, это просто колоссально важно, потому что нужно именно приобретить ту женственность, и тем более, что если это в движении, конечно. Потому что железо, оно все равно закрепощает, но превращается в буратин, конечно, в робота. Чем девочка мышечная, чем она более броская визуально, тем больше она должна быть пластичной. Тем более она должна быть гибкостью. Тем больше, ну, прям от лиды секса пивы от нее должны были исходить. Надеюсь, что и организаторы, и участницы выяснили все интересующие их вопросы и получили ответы. А такое неформальное общение ждет всех конкурсанток. Спорт стал не просто хобби, а неотъемлемой частью жизни. Также это хороший способ для того, чтобы усовершенствовать свою фигуру. Проверить себя, на что я действительно способна, чего стоит мой характер и моя сила воли. Редактор субтитров А.Семкин